Понятно, что история про то, как множество преподавателей устраивает онлайн-трансляции и все идут их слушать, она не работает. Просто ни у кого нет времени. Ты никогда не подгадаешь большую группу, работающую в одном режиме с тобой, особенно если эта группа распределенная, потому что у всех есть свои задачи. И мне удобно смотреть эту лекцию лежа в ванной, а не сидя за компом перед векой камерой, когда ты что-то распинаешься. И мне удобно делать домашнее задание по этой лекции еще когда-нибудь в другое время, не тогда, когда ты поручил. Но, собственно, асинхронность это в первую очередь уничтожение жесткой связки между послушать очередной слог информации и выполнить работу. Что я делаю это так, когда мне удобно. Преподаватель делает это так, когда ему удобно, а я делаю это так, когда мне удобно. Но у нас есть там какие-то площадки для того, чтобы мы могли наши деятельности синхронизировать. И есть понимание того, что есть какие-то ограниченные условия. То есть я понимаю, что человек должен сделать через два дня какую-то работу. Когда он это сделает, меня вообще не беспокоит. Ладно, чтобы это было сделано. Я понимаю, что я смогу это сделать через день, послушать, выложить, сделанное задание и оставить. Но я понимаю, что преподаватель опять же вернется через два дня и будет проверять мою работу. А раньше не будет. Ну, например, так. Вот. И вот это вот синхронное образование. Когда нет жесткой привязки. И проблема его, самое главное, в том, что в массе своей у студентов не сформирована компетенция самостоятельной работы. Потому что все радостно фижат, когда им дают возможность, ну вот у вас там есть что-то, почитать. Почитайте. 10% что-то читают. У нас причем очень смешная статистика. Мы работаем с потанецкими стипендиатами, там, второй год. Это та категория студентов, которые, по идее, ну, че-че учиться умеют очень хорошо. Но это и базовые компетенции. Потому что, чтобы быть потанецким стипендиатом, нужно быть дважды отличником в течение двух семестров. И это все-таки требует некоторого напряжения интеллектуальных сетей. Они умеют учиться. И мы им говорим, а вот есть такая площадка для асинхронного образования, где ты можешь чего-то делать в свое удовольствие, там, проходить некоторый учебный курс. А потом, где будет точка, где мы будем с тобой обсуждать изученное. И самостоятельно люди работают плохо. Там, из массы, которые приходят на наочную встречу, там, процентов, ну, процентов 30 что-то смотрели заочи. Процентов 20 готовы что-то обсуждать. Так, чуть-чуть. А это лучшие из лучших из лучших. Это отфильтрованные много раз студенты. То есть, если говорить о студентах вообще, то они просто не умеют самостоятельно работать. Потому что их в школе этому не учили. Их учили много чему. Им вкладывали разные знания в голову. Но компетенцию, самостоятельную работу с материалом, им не развили. Исследовательскую компетенцию не развили. Есть еще такая вещь, как естественно-научное мышление. И когда человек может понять, писать какой-то материал о проблеме, обобщив его сделать некую гипотезу. Сделав гипотезу, спланировать эксперимент, поставить этот эксперимент, получить результат и сделать выводы. Вот эта естественно-научная цепочка, которая, вообще говоря, базовая в деятельности любого исследователя, она у нас сейчас у студентов, у школьников отсутствует напрочь. Хотя это такая вещь, которую по мне можно закладывать этим гравером на уровне школы обязательно. Асинхронное обучение становится для студентов, вообще говоря, барьером. Потому что для того, чтобы вот эту вот даже работу с материалом какой-то эффективно осуществить, нужно в себе достаточно воли, достаточно головы, чтобы сознательно с этим материалом поработать. Чтобы вытащить из него проблему, чтобы эту проблему обозначить, чтобы ее вытащить на преподавателя, чтобы задать вопрос правильный. У нас же никто не умеет задавать правильный вопрос. Это тоже просто ужасный ужас. Хороший вопрос услышать на мастер-классе, это счастье великое. Такое не очевидное, а вот именно хороший вопрос, который глубокий, который показывает, что человек вонзился в материал. Очень редко происходит. Это проблема синхронного обучения при внедрении. То есть идея хорошая, а вот с реализацией не очень хорошо. Она меньше в европейских, в американских моделях, потому что там очень много учатся самостоятельной работы сейчас. И самостоятельная работа – это одна из базовых деятельностей, которые приучают студентов. Он много делает сам. Потому что ему не читают книгу. Ему не читают то, что уже написано и сделано. С ним работают только на его вопросах, на проблемах, которые у него возникли. И это ключевое отличие в учебном процессе какого-нибудь американского университета, европейского университета, вот университета, или там от школы какой-то российской. Поэтому хорошая штука, но нужно справедливо упаковывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!